Здесь у нас архив выполненных работ, и мы можем посмотреть, какие работы выполнены. То есть вот у нас выполнен ремонт крыши за 8,5 миллионов рублей в 2021 году. Это сейчас сумма за капитальный ремонт указана полностью. А в другом доме ситуация может быть иной. Нажимаешь на кнопку «Посмотреть», а тебе вместо запланированных 2 миллионов выдается всего лишь один. И здесь в приложении «Госуслуги дом» можно узнать причину, почему так случилось. Например, при капремонте ГВС и ХВС не все жители открыли дверь. Вот и вышла сумма меньше. Это только одна из функций приложения. Это мобильная версия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Что она дает нашим жителям? Во-первых, все поставщики информации, это наша ресурсоснабжающая организация, наша управляющая организация, горжевая инспекция, органы местного самоуправления, обязаны размещать информацию в системе ГИС ЖКХ. О чем? О тарифах, о платежах, о реестре лицензии Рязанской области, о наличии или отсутствии задолженности, о получении компенсации льгот и субсидий. Поставщиком информации является в том числе и Министерство социальной защиты. И вот за неразмещение информации предусмотрена административная ответственность. Передать данные счетчика, оплатить коммунальные услуги без комиссии, да и передать жалобу в управляющую компанию – это только часть функционала приложения. Еще что можно сделать в этом мобильном приложении – это проголосовать, если такие собрания у вас проводятся в многоквартирном доме. Вы, как сами собственники, имеете право выступить заявкой инициативой по проведению общего собрания по ряду вопросов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием многоквартирного дома. Точно так же может выступить инициатива и управляющая организация. И вы имеете право в таком удобном формате принять решение по тем или иным вопросам, поставленным на повестку дня. Тут я жителей все-таки отдельно призываю участвовать в общих собраниях. И система мобильного приложения, мы проходим идентификацию через госуслуги, то есть это мы сами самостоятельно голосуем. И каких-то беспокойств по поводу того, что не моя подпись, уже не актуально будет. И все же программа не обязательна для скачивания. Оплатить счет за квартиру можно через сторонние приложения, а официальную информацию узнавать через интернет. Однако зачем это делать, если все собрано в одном небольшом приложении?